Сейчас я косплею Леонида Агутина не просто так. Это мой классический ход для того, чтобы входить в доверие к людям. Косплеить и знаменитых людей. Однажды, чтобы добиться девушки, я на одну половину переоделся в Майкла Джексона до операции, а на вторую — после. Это было сложно, но черт подери, мы провели вместе полтора года после этого. Так что, ребята, берите тактику. На самом деле, я не собираюсь строить из себя эксперта в человеческих отношениях или в том, как очаровывать людей и все такое, но все время, что я существую на Ютубе, мне задают вопросы. Сейн, а где найти друзей? А где вот найти правильных людей вокруг меня, вот, мол, одни ПТУшники? И сейчас, из-за того, что я переехал и полностью изменил свой круг общения, я действительно сам это проделал с нуля. И некоторые вещи заметил, сегодня с вами ими поделюсь. Здрасте, вы на канале Сейна. Маленький офтоп для тех, кто завидует, что у меня работает Спотифай. Ребята, хочу вас расстроить, все не так хорошо. Если про заблокированный контент в России всем все и так известно, то другие страны и другие области интернета тоже каждый имеет какие-то свои внутренние ограничения. Здесь, например, недоступна куча альбомов вот на том же Спотике. И при том, почему это сделано? Я сначала там искал какой-то слепнот, ну, знаете, там, злющую сатанинскую музыку, какой-то супергрязный рэп. Я думал, ну, может, какие-нибудь там местные активисты подсуетились, да? Я потом обнаруживал, что какое-то огромное количество недоступных релизов, при том, никак друг с другом не связаны. Там какой-нибудь акустический лайф-анакондос, мой любимый, какой-нибудь альбом древнего немецкого хип-хопа, альбом группы Праймус, который там, ну, содержит исключительно... I got a golden ticket. И еще одна фича, которую очень бесит, здесь нет YouTube премиума. То есть я просто пересек границу, и мне сразу написало уведомление, «Все, чувак, поздравляю, ты теперь не можешь сохранять видео на свой телефон и смотреть их в фоне». Почему? Непонятно. Живем мы с вами в такое время, товарищи, что цифровую свободу, что цифровую безопасность нужно уметь отстаивать и сохранять. И для этого я вам настоятельно рекомендую использовать сервис Surfshark. У Surfshark более 3000 серверов в 100 странах. При этом покупая подписку, она распространяется на все ваши устройства. То есть таким образом вы всегда с каждого из ваших девайсов останетесь на связи. И это если говорить о свободе. Говоря о безопасности, вы, может, и не знаете, но раз в несколько недель мне под видом интеграции пытаются подсунуть фишинговые ссылки. И это постоянная ситуация среди видеоблогеров. И если вы считаете, что вы вот не видеоблогер, и вас не коснется ситуация, что кто-то будет пытаться похитить ваши учетные данные, Милочка, одумайся! Surfshark не собирает ваших данных. Сервера Surfshark работают только с оперативной памятью. То есть вся информация, которая обычно хранится на жестком диске, автоматически удаляется после выключения серверов. При этом Surfshark автоматически блокирует более миллиона известных вредоносных веб-сайтов, фишинговых программ и всего остального зла, которое так и норовит вцепиться в ваши данные и никогда их не отдать. При этом далеко не первая по важности вещь, но тем не менее, по-моему, супер необходимая вот уже в нашу эру развитости технологий, чтобы приложение было доступное, красивое, удобное, и там была постоянная поддержка. И вот все это есть у Surfshark. Я реально рекомендую, там есть 30-дневный период возврата оплаты, то есть если вам что-то не понравится за первый месяц, а за первый месяц вы успеете протестить вообще все, что вам может быть надо, вы можете просто отказаться. Но, ребят, я чего-то приятней и при этом доступней не видел. Так что, товарищи, запоминайте промокод SEIN. С его помощью вы получите скидку аж в 83% и 3 месяца бесплатного пользования. Ссылочка, опять же, в описании. Пользуйтесь интернетом свободно и безопасно. Первая вещь, которая одновременно очевидная и непонятная, это то, что их надо искать. Да, настолько все просто, но все те, кто задаются этими вопросами, явно этого не делают или делать не умеют. Но, товарищи, есть миллион различных способов знакомиться с людьми. Дело в том, что, ну, наверное, начать стоит вообще с какой-то базы, что круг общения, который вам был выдан просто так, да, то есть ваши школьные знакомые, ваши там знакомые по двору и вот там соседи по лестничной клетке. Мне кажется, в большинстве случаев эти люди не могут стать вашими единомышленниками, если у вас, конечно, не какие-то очень базированные интересы или если вам не очень повезло, потому что, ну, понятно, они подобраны вам просто вселенским рандомом. И как раз, по-моему, довольно печально, что у очень многих людей как раз подобные связи остаются на всю жизнь. И если вам хочется чего-то большего, то это нормально. И если вы понимаете, что у вас с этими людьми мэтча нет, это тоже нормально. И двигаться стоит, естественно, в места, где люди разделяют ваши интересы. Если вы сыч и у вас образ жизни, он-то вот строится вокруг сидения за компом и у вас там ограниченный круг интересов, да, придется сильно вылезать из зоны комфорта и идти во всякие новые места. Но это план вот такой. У вас стопудово есть знакомые знакомых, которые ходят на какие-то ивенты, вы сами стопудово хотели куда-то сходить, но долго не ходили, идите везде на все вечера на столок, сходки, слеты, бесплатные мастер-классы, онлайн-мероприятия. Все по своей теме, ищите, идите, пробуйте, делайте. Если вы там увлекаетесь каким-то специфическим спортом, специфическим занятием, сами собирайте группы в соцсетях. Вот, мол, там, не знаю, мы в городе Воронеже, в районе там какой-то красноармейский, если в городе Воронеже реально есть красноармейский район, то я великий предсказатель. Короче, хотим играть в баскетбол. И пишите там, в подслушанно Воронеж красноармейский. Хочу играть в баскетбол, ищу пацанов. Вот, и вы реально найдете пацанов. Вообще, главная, в принципе, вещь, которую я вам здесь буду продвигать, это инициатива. И да, это больно и неприятно. И да, тут нет, короче, никакого рецепта, как не стесняться, не бояться, не волноваться, пережить вот этот вот самый взгляд. Когда вы собираетесь с кем-то познакомиться, он у всех такой, люди не любят незнакомое и любят знакомое. Но к моменту, если вы как бы друг к другу, так сказать, подойдете как люди, то спустя там пару дней никто уже не будет помнить, кто к кому первый подошел. И всегда здесь решает инициативность. То есть, более того, возможно, вы в своей жизни замечали момент, что вы вот оказываетесь в каком-то новом коллективе, и спустя несколько недель обнаруживаете, вот когда все уже разбились по компашкам, вы обнаруживаете, что вы общаетесь вообще хуй пойми с кем. То есть, так смотрите на других людей и думаете, блин, ну он больше гораздо на меня похож, и больше гораздо, ну, вот условно подходит мне для общения, а я общаюсь вот-вот с этим. Это почему и нахуя? Да, а потому что у него была инициатива. А у вас двоих вот таких вот похожих с чем-то чуваком этой инициативы не было. И поэтому он зазнакомился, а вы нет. То же самое относится к людям в интернете. И если вы чувствуете, что вы в этом круге общения чахните, то, возможно, так и есть. Потому что вы меряете свой уровень по кругу своего общения, и если так вышло, что в вашем круге общения там одни затупки, то вы среди них, естественно, самый главный интеллектуал. В этом нет ничего хорошего. Наоборот, вам бы хорошо общаться в компаниях, где вы будете чувствовать себя затупком, и это будет мотивировать вас стремиться куда-то. Естественно, не стоит уходить там в вечное самобичевание из-за того, что вот я, блядь, недостаточно хороший, у меня друзья такие пиздаты. Но какое-то ощущение, что вы недалеко над их планкой, его хорошо бы вообще всегда иметь. Ну и знаете, тоже, это вот абсолютно откровенно говоря, есть какой-то момент самоощущения от пиздатых друзей. Если вы условно единственный там, да, чувак, который пытается как-то пиздато стильно одеваться в вашей компании, то вы просто, ну, пришли, единственный, кто, блядь, задумался над тем, как сочетаются вообще его штаны и футболка, и вообще знает о том, что там есть какая-то связь, и их люди вместе видят, да. Вам, конечно, может и пиздато, что вы пиздже всех выглядите, но это не сравнит с ощущением, когда вы как-то оделись, постарались, пришли, а там все оделись, постарались. Это совершенно не главное там в жизни, в дружбе и всем таком, но когда вы там со своими пиздатыми друзьями, которые пиздато выглядят, разговаривают на пиздатые темы, которые вам интересны, идете по пиздатой улице, это вообще тотальный бус настроения. И, что называется, не почуешь, пока не попробуешь. Всем рекомендую попробовать. Второй пункт – это все не те и все не то. Действительно, тоже вещь, с которой вам придется смириться, большая часть людей на планете вам вообще не подходит. У вас с ними ничего общего, у вас могут быть противоположные взгляды на мир, или просто не иметь никаких пересечений, и где бы вы и как бы вы не знакомились, будь то для каких-то романтических отношений, будь то для дружеских, в любом случае большая часть людей вам не подойдет. Потому что вот мы все разные, это заезженная фраза по поводу того, что нужно всех принимать, но мы все разные, также значит, что большинству из нас вообще не судьба сойтись. И в случае со знакомством, вы постоянно будете терпеть разного рода неудачи. И эти неудачи вы, чем больше будете пытаться, тем больше будете терпеть. Если у вас будет процент успеха 20%, уже, уже класс, уже, блядь, вот вам сильно фартануло. Вот, но будьте готовы к худшему результату, потому что с кем-то вы не сойдетесь характерами, но сойдетесь увлечениями. С кем-то, наоборот, характерами, да, но при этом поговорить не о чем, вас ничего не объединяет, и вы только делаете вид, что вам интересно слушать, что он там рассказывает про свое, что-то там, на что вам насрать. И также печальная вещь, которая может выясниться в процессе этих поисков, что это вы просто невыносимый человек, что у вас до этого не было друзей, потому что с вами, блядь, невозможно общаться. И понимаете, учтивость людей может оставлять вас в неведении об этом очень долго, потому что, ну, ни у кого нет желания напрямую начинать вас, блядь, отчитывать за ваши минусы, если это не ваш какой-то близкий друг. Задумайтесь вообще над своим поведением. Может, вы слишком много пиздите? Может, вы вообще не слушаете других людей совершенно? Есть вот целая каста чуваков, которых я знал, с которыми разговариваешь, и ты понимаешь, что он вообще не слушает, что ты ему говоришь. Он просто ждет конца твоей фразы для того, чтобы вставить что-то свое. И у вас, в принципе, у вас не движется диалог так, что вы вот как в пинг-понг играете, да, вот друг другу перебрасываете мячик. Просто этот чувак, когда получает мячик, хуярит его в какую-то рандомную сторону, потому что ему интереснее всего было ебануть. И вот подобных каких-то штук, их на самом деле очень много. И поверьте, навыки коммуникации с людьми, да, так, чтобы уметь договориться с кем угодно, я вам рекомендую прокачивать так или иначе, потому что они вам пригодятся в любом случае абсолютно точно 200%. И гораздо лучше, чем вы будете уметь поддержать разговоры с кем угодно, чем людям нужно будет пиздец сколько выдержать, чтобы с вами начать как-то нормально общаться. И вот эта вот тема про то, что, блядь, из пабликов ВКонтакте 2008 года, если я тебе не нравлюсь, изменись, я не исправлюсь, типа, вот я такой, вот я такая, типа, меня таким природа сделала, какой есть, обратно не залезть, это все хуета. Мы все дефолтно, жутко несовершенные, и если бы нас в детстве не приучили к толчку, мы бы срали под себя. И то же самое относится к вам во взрослом возрасте, что, скорее всего, вот мы все там выходим в сознательную жизнь своих семей с жутким набором, во-первых, непонятого и невыученного, просто в силу возраста и отсутствия опыта, а во-вторых, несем абсолютно вот тот же набор каких-то комплексов, загонов и всякой вот неумелости, да, коммуникативной и социальной, во-первых, которую мы сами накопили за жестокие годы школьного обучения, а во-вторых, те, что нам навязали наши родители. И все вот это вот никто терпеть вообще не обязан. Вы в этом плане можете просто ставить людей на свое место. Вот вам интересно познакомиться с каким-то чуваком и терпеть все его закидоны, которые он накопил и решил не исправлять, потому что это часть его личности. Это не часть личности, это просто невоспитанность. Поэтому, ну, блядь, будьте приятным чуваком. И в тему тех же стереотипов и вот типичных фраз хочется сказать про друзей, которые познаются в беде, настоящих друзей, и друзей, которые выручат и т.д., вот не надо, блядь, не надо познавать друзей в беде. Вам это не нужно. Это вся херня про ультра-настоящую дружбу, про ультра-крепкую любовь, блядь. Вот мы с тобой, чтобы начали встречаться в средней школе и чтобы мы с тобой до смерти прожили, потому что у нас, блядь, брак, союз, заключенный на небесах. Вся вот эта вот тема это просто красивые слова и не нужно пытаться подстроить под них жизнь. Потому что в действительности, ну, я не представляю, как можно иметь больше, чем вот несколько близких друзей, потому что с ними всеми надо поддерживать общение. Я про это потом тоже скажу, но если дружбу не поддерживать, она просто растворяется. И ее просто не становится. Вы становитесь максимум приятелями, хорошими знакомыми. И вот эти трое, да, они, хотя, ну, чаще всего это там один-два человека, не более того, вы им там присылаете мемы, все такое, и можете им позвонить. Чувак, нужно срочно у тебя переночевать, вот там жесткая ситуация, и тогда к нему приехать. Вам не нужно майнить этих чуваков, чтобы у вас было очень много вариантов, где переночевать, и чтобы они выручили вас в стрессовые критические ситуации. Опять же, если у вас, блядь, постоянно критические ситуации, задумайтесь. И вот, собственно, есть эти вот несколько действительно самых близких друзей, за ними круг идет уже, ну, друзей обыкновенных, вот их как раз тоже я не хочу проверять ни в каких супер жестких ситуациях, то есть там я знаю его политические взгляды, знаю его убеждения, он входит в мой этот круг, потому что мы с ним по куче вещей сходимся, или там у меня к нему суперуважение по еще ряду каких-то вопросов, да, но при этом я совершенно не хочу узнавать, там, что с ним будет, если ему, блядь, на ногу кирпич упадет, или вот если меня рядом с ним пиздить начнут. Я стараюсь не оказываться в ситуации, где меня начинают пиздить, в основном вот с помощью таких причесок. И за этим кругом, просто, друзей, следует круг чуваков, с которыми я просто где-то вижусь, да, вот я пью с ними пиво, и мне не надо от них ничего большего. Более того, это вот просто, ну, такой, типа, вменяемый вариант общения, по-моему, когда я про некоторых чуваков начинаю там догадываться про их какие-то политические убеждения, допустим, отношения к гороскопам, еще к чему-то, и я понимаю, что я не буду ворошить эту тему. То есть я, может, подшучу что-то, может, ну, короче, максимум на какой-то супер лайтовом уровне, но серьезно об этом разговаривать я даже не буду пытаться, потому что наше общение построено вокруг попить изредка пива, и я не хочу это никаким образом рушить и усугублять, и даже вот эту вот связь проверять в беде, потому что нахуй никому не нужна ваша беда. И, знаете, вот с таким отношением вы, возможно, могли подумать, что у меня там, типа, а вот с тобой что-то случится, все, тебя все кинут нахуй. Я недавно заболел, и вот каким-то людям как раз из, вот, знаете, кругов общения совершенно не близких. Я писал о том, что я заболел, мне столько человек написали, блин, чем-то помочь, что-то тебе привезти. То есть понятно, что, возможно, это момент того, что, типа, мы все в другой стране, и у всех есть какое-то такое ощущение, что, типа, блин, помочь пацану надо, но я, честно, сам удивился, насколько люди там готовы меня поддержать, мне помочь, и все такое, хотя, опять же, мы там со многими просто пиво пьем, и это уже достаточно. И последнее про поддерживание связи. Вот, если вы там только заканчиваете школу или там вот в вуз только поступили, вы еще это не увидели воочию, но куча ваших связей, даже супер близких, оно разрушится просто потому, что их нечем поддерживать и нечем питать. Мне вот сейчас 23, я уже в этом возрасте охуеваю, насколько разными дорогами мы пошли с некоторыми чуваками, которыми мы были как будто одинаковые в школе. То есть, вот, знаете, и в школе, и теперь уже это в вузе, что вот с некоторыми были такими друзьями, как будто могли друг за другом предложение заканчивать, ну, вот просто одно и то же. Рождались локальные мемы буквально в дуэте, и там вот всякая такая фигня, вот казалось бы, что просто, ну, эти чуваки настолько одинаковые, что они неизбежно потом будут дальше как-то, если не вместе идти, то хотя бы где-то рядом. Вообще не рядом. То есть, вот, с некоторыми расхождениями просто полярные. И даже, когда пытаешься с ними там увидеться спустя годы, поддержать связь и что-то такое, это в какой-то песне славы КПСС, кстати, было, что вы максимум можете опрокинуть по кружке чая, как-то очень дежурно что-то обсудить, понять, что у вас вообще вот ничего вас не связывает и попрощаться совсем навсегда. И это будет сделано без какой-то грусти, горести и всего такого, потому что, ну, вы превратились уже в других людей, и тут, ну, деваться совершенно некуда. А с другими людьми, наоборот, начинаете ловить штуку, что вы видитесь или как-то начинаете пересекаться, и с каким-то таким теплом вы общаетесь, потому что вы там друг на друга подписаны, друг за другом долго следите, и понимаете, что вы тоже идете разными дорогами, но вам очень нравится, какими дорогами вы оба идете. И вы, несмотря на то, что не можете регулярную связь поддерживать, вам хочется сохранять просто связь как таковую, и поэтому это есть какое-то особенное радушие, особенное тепло при таких встречах, когда видно, что, ну, вот, человеку тоже классно эту связь сохранять, и что вы вот сейчас там пересеклись, и оба будете работать над сохранением этой связи. Опять же, сама связь будет держаться на перекидонах, там, пару сообщений, там, ответы на исторки, что-то спросить в Телеграме иногда, ну, и вот всякая такая фигня, но все равно, если вам важно это поддержание общения, делайте такие мувы. Для этого иногда достаточно, там, скинуть мемасик, написать какую-нибудь формальную херню, не как дела, ага, а что-нибудь, ну, нормальное, да, интересное, или по делу, но все равно, скорее всего, будут в вашей жизни люди, с которыми, вот, связь будет держаться исключительно на вот таких маленьких и тонких моментиках, или, опять же, пропадет, как и не было. Так же, товарищи, отправляйтесь в долгий путь поиска единомышленников, вашими главными соратниками на этом пути должны стать лояльность, вежливость и чувство юмора. С помощью этих трех вам покорятся великие горизонты и удивительные вершины, главное, делать, чем больше делаете, тем больше будет. Из полезных действий, которые можно совершить прямо сейчас, это зайти в мой телеграм-канал, он охеренный, подписаться на закрытый паблик ВК, в котором огромное количество книжек, фильмов, музыки, самый разный, охуенный, собранный в огромный архив, доступ через Boosty и Patreon, смотря в какой стране вы находитесь. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok